Здравствуйте, мои дорогие любители пасхалок и отсылок в играх, а также все остальные маленькие развратники. Вы, наверное, поняли, почему я вас так называю. Вы ведь же видели превьюшку и название видео, но все же решились его посмотреть, несмотря на возрастное ограничение и предупреждение. А сегодня у меня на канале очередной выпуск по играм серии GTA, и опять же четвертая часть серии, которая носит под заголовок Vice City. Но на этот раз я решил поискать не не простые пасхалки, а именно самые пошлые, развратные и предназначенные только для взрослых. Так что усаживайтесь поудобнее, и я буду начинать. Около клуба Малибу есть многоэтажное здание, на самом верхнем этаже которого есть предупреждение для самоубийц, в котором написано «Самаритяне, нельзя просто так прыгать, нам нужен гиперпрыжок» и номер телефона. Очень необычное послание, которое, как мне кажется, не должны были заметить простые дети. Один из расположенных на острове Старфиш бассейн выполнен в форме обнаженного женского тела, прикрытого лишь тоненьким купальником. Интересно, кто-то думался воплотить свою мечту вот именно в таком виде. Катаясь по улочкам Вайс Сити, мы можем наткнуться, а также в одной из миссий нам придется преследовать бронированный грузовик, на борту которого написано «Групп Сеч». Это опять же подразумевает небольшую пошлость от разработчиков из «Рокстар», которые тут указывают на групповой секс. На самом севере левого острова можно наткнуться на заведение, в котором играют в боулинг, и называется оно, соответственно, «Шары Большого Билла». Да и рядом с вывеской красуются три объявления, которые гласят, что можно проносить с собой только два шара. Забирайте свои шары с собой, и внутри находится сервис полировки шаров. И не все тут, наверное, поняли, в чем же пошлость, а ведь именно в американском сленге слово «болс» также означает и «мужские яйца». Теперь-то вы поняли, наверное, чем там внутри занимаются. На трамплине для прыжков в воду около всем известного клуба «Малибу», что находится в районе Вайс-Пойнт, можно заметить предупреждение, указывающее на то, что в бассейн категорически запрещено писать. Необычное замечание, видимо, кто-то уже проделывал подобное раньше. При въезде в район Маленькая Гаити на одном плакате можно прочитать странное послание, гласящее «Маленькая Гаити. Жизнь на пляже шлюх». Ох уж эти разработчики, даже сюда успели запихнуть взрослый секретик. Разработчики совершенно точно забыли об одной вещи. Отыщите старушку в желтой бандане на голове, выстрелите в нее из снайперской винтовки, после чего, простите меня, господи, загляните ей под юбку. Догадываетесь, что забыли разработчики? Конечно же, на этой старой извращенке совершенно нет нижнего белья. На крыше псевдофабрики мороженого Cherry Poppers Ice Cream Factory есть украшение в виде двух шариков мороженого, напоминающих, конечно же, голую женскую грудь. Было бы странно думать о другом, если бы мы не знали этих любителей пошлятинки из Rockstar. А также в американском сленге словосочетание Cherry Poppers означает еще и потерю девственности. Ну вот и теперь и думаю, что все сходится в нужную сторону. Выполнив все миссии в киностудии, которую я бы назвал, скорее всего, порно-студией с безбашенным развратником-режиссером, мы получим несколько приколю в своих местах сохранения. В самой первой квартире на стенах появятся два плаката с киноновинками, в которых главную роль сыграла актриса Кэнди Сакс. И это будут укус и близкие контакты, которые в свою очередь отсылают к реальным фильмам «Челюсти» и близкие контакты третьей степени, режиссером которых является сам великий Стивен Спилберг. Кстати, именно с него и был скопирован тот пошловатый режиссер. А вот уже в особняке на стене и столах будет также множество фотографий непристойного содержания, и опять же в главной роли, на которых будет выступать начинающая порно-актриса Кэнди Сакс. Ну и одна из лучших пошлых пасхалок из этой части. Когда наступает ночь, а именно 23.00, на здании Вайс Пойнт Ленджер загораются окна, которые в определенный момент складываются в контур огромного мужского полового органа. А если еще и подлететь к самой крыше высотки, то мы увидим, что из нее куда-то вверх периодически выстреливает фонтан, пародируя тем самым оргазм. Кстати, подлететь у меня получилось лишь с помощью читов, вертолеты ни в какую не хотели выше подняться середины здания. Да, и не пропустите эту пасхалочку, так как она актуальна лишь час, и ровно в полночь окна зажгутся в хаотичном порядке. Ну и самый интересный, на мой взгляд, момент в этой игре, который является, ну уж точно, взрослым контентом. Катаясь по городу на автомобиле, можно будет воспользоваться услугами проституток. Для этого просто подъезжаем к девушке, которая подходит под описание, и сигналим ей. Она тут же подойдет к нам и спокойно сядет на пассажирское сидение. Далее везем ее куда-нибудь в безлюдное местечко и смело приступаем к делу. Ну а на сегодня это последняя пасхалка, и поэтому я буду заканчивать. А кому понравился выпуск, не забудьте поставить под ним лайк, и поделиться со своими друзьями. А также, чтобы не пропускать следующие не менее замечательные видео, то скорее подписывайтесь на мой канал и нажимайте значок колокольчика. Ну а на этом все. До скорой встречи, мои дорогие друзья. Пока!